Будет хорошо здесь жить, на этой земле, сколько Господь вам назначил. И в вечности вы будете со всеми счастливыми, с родителями своими. Ибо этого Господь желает. А также родителям Господь говорит, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении духовном. Хай Бог всех благословит. Мы читаем Матвея, 18-й век, где приводили деток, чтобы Господь благословил их. И мы видим эти родители, которые там сидят, детки, которые здесь. Мы за их сердечно помолимся, чтобы охрана Божья дома была, в школе, где они трудятся, где подростки уже, чтобы охранял Господь. Чтобы этот мир, который влечет это молодое поколение, где мы знаем, что все время враг желал, погибли, как Израилю в Египте. Кажет, зачем дети? Зачем вам дети, чтобы они вшли и служили? Но Моисей сказал, и копыта не оставим. Пойдем мы, скажем, старцы, жены наши, мужа, малолетние и скот наш, все пойдем. И пусть в нашем жизни и в наших желаниях будет это, братья и сестры, что мы и дети наши, как мы читаем в 8-й главе Исаии, вот я и дети, которые дал мне Господь, чтобы мы могли там увидеть у нового Господа нашего Иисуса Христа. О 125-м псалме мы читаем, «Сеющиеся слезами будут пожинать с радостью, сплачив, несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Дорогие родители, отцы, матери, приходится не раз бессонные ночи проводить, когда дитя больное, и это со слезами приходится сеять эти семена, чтобы они были возросшими. Придет время, когда Господь воздаст. Будете несет и сступить с радостью. Хай Бог поможет сегодня. Мы пойдем к Господу еще, попросим силы, чтобы эта вера и это упование не ослабело в нас. Молимся. Господи.